Какой здесь туалет в форуме, девчонки, мальчишки. Ничего дотрагиваться не надо. Только встанешь с унитазом, я извиняюсь за подробности, все само начинает работать. Попу только не вытирают. Вот смотрите, прикасаешься сюда, оно выдает пенку. Сюда прикасаешься вода. Все работает вообще. Сюда прикасаешься, тебе сушат. Девочки, мальчики, туалеты в Мерсине. Сижу на лавочке. Смотрите, какое у нас что? Скидки какие, да? Скидки у нас здесь. Красота такая, дизайн. Туалеты обалденные. Все делают сами, друзья мои. Тут сидим и кайфуем. Под пальмочкой. Мерсине форум действительно очень красивый. А тут я вам покажу сейчас. Сиди, кайфуй. Боже, обалдеть. Вот такая тетя Мотя. Ваша блогерша Светлана. Друзья, находимся мы в магазине Оксу. Окс 2X. С девочками выбираем все. Разговариваю просто так, оказывается, с невключенной камерой. И не можем ничего выбрать себе. Вот посмотрите, какой утюжок. Утюжок. Вот эта платьица сколько стоит? 600. Ну, горяченькая. 600 лир стоит эта платьица. Смотрите. Кстати, надо предложить моим девочкам. Они не видели этого. Мне очень понравилось. 600 лир. Что я могу сказать? Цвета яркие, из разных тканей. Как эксперт одежды, я могу сказать. Но это будет лохматиться, собираться. Поэтому не стоит. Ну, все, мои хорошие. Пойду покажу. Не понравилось нам тоже там ничего. Вот моим внукам бы понравилось в этом магазине. Сижу в магазинчике. Вот такой подарок сделала мой муж мне. Друзья мои. Такую, как я хотела. 22 карата. Толстая. Как я хотела. Спасибо. Одно из моих желаний в конверте исполнилось. Я благодарна Богу и Селину. А вечером бегу на зумбу. Мои дорогие. Конечно, не хотелось уходить из дома. Муж дома остался, не пошел гулять. Чай пьет. А мы быстренько пришли. Мы ходили вон. Аж кем я такой подарок сделал. Вы знаете, какая история с этим кольцом произошла? И вообще, наверное, надо посетить целое видео этому рассказу. Наверное, я так и сделаю. А сегодня я расскажу, закончу это видео, а вы будете ждать следующего видео, я расскажу. Такая история про это кольцо. Действительно, могу сказать то, что это было очень неожиданно. Вообще не ожидала. Потому что, когда ждешь, 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 и не получается, и не то, потому что человек не хочет, потому что проблемы не заканчиваются. Я взяла и отпустила просто. И все. Очень хотелось. Ну, отпустила. И тут, когда отпускаешь, вот в чем закон-то. оно приходит, как снег на голову. Ну, я говорю, очень такая история. Вам расскажу в следующей серии. В следующей серии и в следующем было. А я вот бегу на зубу, наелась макарон, соте, не знаю, как буду прыгать. Час назад покушали. Сегодня какой-то замечательный день. Благодарю вселенной, Боженька, и моих зрителей. А я то, как зеленая, как покойник, то желтая. Ну, вот есть пока время. Тогда и делаю. Завтра у меня йога с девочками. Завтра у меня уборка. Завтра у меня волосы надо покрасить, брови повыщипывать, ушсы повыщипывать. День красоты. День Минеры же все будет. Ну и воскресенье мы идем снова на вечеринку. Так, мои дорогие, что-то я наелась. Знаете, мне будет трудно прыгать. Ой, в тот раз я тоже накушалась и еле дышала. Ну все, мои дорогие, автобус идет, я сажусь. Спасибо вам за внимание. Не знаю, сниму или нет. Всего самого хорошего. Пока-пока. Всем привет, мои дорогие. Персинский рай. Как тихо, вы слышите? Тихо, тихо. Уточки плавают. просто зашибись. А я иду домой после нашей встречи в клубе. У нас еще есть любители поплавать. море спокойное такое. Интересно, какое оно холодное. Друзья мои, продолжу с вами тему, разговорчики по душам. И хочу поделиться с вами еще одной историей из моей жизни. Когда я вам рассказывала о том, как я познакомилась с своим мужем, естественно, я хочу продолжить. Для того, чтобы вы понимали, что мужчины бывают разные в любой национальности. Есть хорошие и плохие. Самое главное, чтобы был человек. Национальность не имеет значения. Мы здесь все человеки, мы все люди. И религия не играет роли, и национальность не играет роли. Главное, то, что находится внутри человека. Это ценнее всего. Ну, так вот, хочу вам кое-что рассказать. Точнее, хочу не рассказать, а поделиться своей историей любви. Продолжение следует о том, как мы с мужем перешли к более серьезным отношениям. я остановилась на том, что мы познакомились, он нашел меня. Что за этим дальше последовало? Мы перешли на отношения к цветочно-букетному периоду. За мое время проживания в Турции до этого я не брала никогда выходных дней, потому что я не видела смысла использовать выходной день, просидеть дома. лучше этот день проведу на работе, заработаю и побыстрее расплачусь со своими долгами. Поэтому, когда Эндер появился в моей жизни, у меня наступили выходные, и я поняла, что я оказывается не знаю совсем города, я совсем не знаю красоты Турции, я вообще ничего не знаю, я ничего не видела. Я видела только дорогу, пару магазинов знала, и все, даже я не знала тот город, в котором проживала более полугода, и естественно, обо мне уже сложилось, как и обо всех, город был небольшой, маленький, какое-то свое мнение, репутация, и можно так сказать, что всех, кто приезжал, новых жителей, все были под контролем, и все все вокруг знали, такой город сплетник, можно так сказать, и естественно, когда моя снаха говорит, возьми завтра выходной, у него выходной, и пойди проведи с ним время, я сказала, нет, я не хочу портить репутацию, у нас еще ничего не известно, ну да, он заявил о том, что я ему нравлюсь, что он смотрит на меня по-другому, я видела это в его поступках, это то же самое, но я не хочу испортить репутацию, непонятно за что, моя снаха предложила ему отвези ее куда-нибудь в другой город, на что я согласилась, в другом городе, конечно, никто обо мне не знал, и вообще и о нем никто не знал, наступил тот день, я помню, был замечательный день, я вызвала такси, доехала до автовокзала, и он там на машине с другом ждали меня, мы поехали за город с ним в ресторан, рыбный ресторан, и там, как ему посоветовали, очень красивая природа, мы приехали в 10 часов утра, так как, не знаю, почему так решили, попали на завтрак, все было закрыто, кафешки, мы ехали, ехали, ехали далеко, это было все так красиво, я тогда вместе с ним увидела красоты этой Турции, и мы когда пришли в кафе, они говорят, мы еще не открылись, только чай у нас, никакого завтрака и не может быть и речи, мы согласились на чай, и вот мы с ним начали с ним новое общение, без переводчиков, без никого, почему-то тогда и в интернете тоже не соображала я переводить, да, как-то вот он меня учил каждому слову, он объяснял мне словами, жестами, мимикой, произношению, то есть у нас с первого из нашей встречи было настолько все интересное, что как прошел весь день, мы не заметили, и я что-то пыталась рассказать о себе с моим малым запасом турецкого на тот момент, но в основном говорил он, и я его слушала, и мне нравилось, как он говорил, мне было все интересно, ну, он рассказывал, начинал о своей семье, конечно, о том, как работал, о детях, о всем, вы знаете, какой плюс моего мужа, то, что он никогда мне не спрашивал о моем прошлом, его не интересовало то, что было в моей прошлой жизни, его не интересовало то, что сейчас и что будет между нами, он никогда не обещал мне золотых гор и говорил это с первого раза, может, я еще не понимала в тот момент этого, естественно, с первой встречи не могло быть о замужестве речи, мы просто познавали друг друга и видно было, что он любился в меня, потому что увидел меня с другой стороны, я, естественно, стеснялась, и он был очень стеснительный, потом мы позавтракали, потом мы пошли в один ресторан, потом надо было уже возвращаться, он мне пригласил, не хотел со мной расставаться, шесть часов вечера было бы, он говорит, ну давайте пойдем еще поужинаем, в общем, в тот день мы съели очень много и выпили, наверное, очень много пива, но было так все интересно, и я вообще поражалась, что он боялся смотреть в мои глаза, стеснялся, боялся дотронуться до меня, и когда я пришла домой, я была такая наполненная всем этим впечатлением, ну просто я ощутила себя, почувствовала себя человеком в чужой стране, а не рабом, который работал ради этих денег, да, как бы не злились мы на себя, но все движется, все работает на деньгах, без денег ничего не сделаешь в этом мире, и наступали, также продолжались все эти будни, и мы, я ждала этого выходного, когда и у него был выходной, и мы вот так постоянно с ним куда-то ездили, ездили в другие города, где было море, где нас никто не знал, ни меня, ни его, мы были полностью заполнены друг другом, и вот это все изучение турецкого, вот он говорил, это Денис, это Геми, чайка, господи, как же она называется, морты, морты, боже ты, видите, как часто, когда не употребляешь, забываешь, и я постоянно, вот в течение нашего прогулки, мы на катчелях катались, на аттракционах катались, ездили по городу, какие-то музеи, в центры, и он всегда мне что-то покупал в этот день, какой-то знак внимания, обязательно, я всегда шла с подарком, потому что он считал, что если я взяла выходной ради него, то я, считай, потеряла заработок, и он мне всегда что-то всегда дарил, я думала, боже, какой мужчина, какой необыкновенный мужчина встретился мне и благодарила Вселенную за это, ну и вот так вот мы встречались с ним около двух месяцев, утром он мне забирал, вечером привозил, мы были, как 18-летняя пара, боялись друг друга дотронуться, он был не маньяком, ничего, мои девчонки еще думали, господи, он не больной ли он, почему он не требует у тебя большего, чем другие мужчины, а потому все, девочки, мальчики, потому что он для себя решил в тот момент, что хочет на мне жениться, и готовил себя к самому интересному, самому сладкому плоду, ведь запретный плод, он самый сладкий, так он объяснил мне это потом, и у нас были такие девственные с ним отношения, и в этот период я его очень, в него очень любилась, было все красиво, было все со вкусом, было все так приятно, потому что я так много получала подарков, и действительно он оказался очень достойным мужчиной, и вот в течение двух месяцев мы так с ним встречались постоянно, и тут я должна была ехать в Батуми, потому что у меня была, должна была родиться третья внучка, Кесарева делали, уже знала срок, все, и вот он мне в одной из встреч говорил, можно я тебе, говорит, куплю билеты, и сделаю подарки, я сказала, конечно можно, вот помню, мы пошли тогда, он мне тогда купил такой дорогущий билет на самолете до самого Батуми, без пересадок, это было очень много денег на тот период, очень, но он с достоинством заплатил, купил подарки для моих внуков, трех, и даже той, которая еще не родилась, для мамы, для дочери, для сына, я вот поехала, с тем условием, что я должна подготовить все документы для замужества, и он ждет моего возвращения, так как я уже заканчивала свое пребывание в Турции, у меня заканчивалась прописка, и я закончила оплату своего долга, это покупка машины моей, и я бы уже не вернула сюда, вот такие вот дела, вот такая история у меня, друзья мои, и мой муж, знал этого конца, поэтому сделал мне заочное предложение, то, что он хочет жить со мной, то, что он хочет жениться, и мы переходили к следующему этапу нашей жизни, вот такие вот бывают мужчины, тоже романтики, а дальше я расскажу вам в следующем видео, а я пошла домой, ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления,